Султан Мусахан Мои исследования под, скажем, знаменем Ивана Андреевича, это мой научный руководитель, были опубликованы в двух международных журналах, в трех международных конференциях, Гуанчжоу, Барселона и, так что же там было, Сан-Франциско. Я являюсь ученым, который изучает именно онкологию, то есть рак. Я думаю, что сегодня я хотел бы вам рассказать немножко о раке. Спасибо. Это фотографии с моего университета, я решил просто сделать вам бэкграунд, очень приятно. Я хотел бы рассказать, как я пришел в онкологию, ну точнее в молекулярную биологию раковых клеток и стволовых клеток. Я участвовал на различных олимпиадах в школе, мне прям очень нравится биология. Я обожаю биологию, у меня и самая интересная наука, которая есть в биологии, это ботаника для меня. Я любил классифицировать растения, у меня был маленький гербарий и так далее, так прочее. Но, к сожалению, быть ботаником в Казахстане сложно. Я поступил в Назарбаев университет и выбрал очень схожую науку, это молекулярная биология. К сожалению, период тычинок и пестиков закончился очень быстро, потому что я встретился с очень большой проблемой, которую, наверное, встречали большую часть этой аудитории. Это рак. Что есть рак? Для меня это очень личная тема, потому что в прошлом году, к сожалению, я потерял тетю от рака желудка. В этом году у меня другой тети диагностировали рак. В течение этого года мне тоже убирали некоторые новообразования. Я помню, в нашей лаборатории был такой траурный день, когда у троих сотрудников в лаборатории умерли в один и тот же день близкие люди от рака. Это рак, гипофиза и так далее. То есть очень был такой тяжелый день для нас, мы все сперва плакали, а потом как ученые смеялись, как же так статистически вероятно, что в один день умерли все наши близкие люди. Это мы так просто черным юмором пытаемся защититься. Я сегодня хотел бы рассказать вам о важной теме, это именно шесть характеристик рака, потому что как биологи понимают рак. Дальше я хотел бы вам дать легкую статистику, так как сегодняшняя тема касается гендера, особенно женщин. Я бы хотела рассказать о раке молочной железы. Также я хотел бы рассказать причины, откуда это появляется в нашем обществе. И чтобы моя речь была не только информативной, но и практичной, так скажем, я хотел бы вам показать, как дома самодиагностироваться. Если вернуться к раку молочной железы, то с 1990-х годов до 2013 года, к сожалению, тенденция ужасная. Почему? Потому что смертность среди женщин от рака молочной железы повысилась на 50%. То есть умирало 16 женщин, в 2013 году уже умирает 23. Это очень много, и 100 тысяч. Так, в чем же там прикол, да? Почему это так? Давайте сперва разберем, что такое рак. Как биологи это понимают. Как биологи мы для себя определили шесть характеристик. Это шесть признаков, что для нас есть злокачественная опухоль. Самое первое — это рак делится бесконтрольно. То есть что это значит? В клетке есть очень много регуляторных механизмов, которые помогают клетке, скажем, делиться, передвигаться и так далее, и прочая жизнедеятельность. К сожалению, у некоторых видов, точнее, у многих форм рака эти функции нарушены, они мутированы, из-за этого клетка просто бесконтрольно делится. Самая первая функция — это бесконтрольное деление. Из-за этого образуется такая массивная опухоль. Есть интересный феномен в науке. Это называется раковые стволовые клетки. Это было открыто относительно недавно. Например, есть раковая стволовая клетка, имея те же характеристики, что и стволовая клетка, но она раковая. Если убрать всю опухоль, останется одна клеточка, то она может возобновить всю массу опухоли. Вторая характеристика — это то, что рак не может самоуничтожиться, то есть не проходит такой процесс, называемый апоптос. Например, наш организм имеет триллионы клеток. Естественно, этот большой суп и танец, танго, как я называю, оно очень строго контролируется. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Например, в утрове нашей матери наши фаланги образуются в форме пластинки сперва. Между ними есть перепонки, и клетки этих перепонок начинают разрушаться, чтобы наши фаланги обособились. Такая функция очень важна в нашем организме, чтобы обновлять клетки. Но раковые клетки, у них эта функция утеряна, из-за этого они не могут самоуничтожиться, то есть они бесконтрольно делятся и не могут остановить этот процесс. Третья характеристика является то, что рак невосприимчивый сигналом окружающей среды. Я хотел бы уточнить, потому что это слишком обширно сказано. Это, например, так. Есть иммунные клетки, которые контролируют, они надзиратели нашего организма, они смотрят, какие клетки мутированы, какие инфицированы, и потом дают сигнал. Пожалуйста, самоуничтожься, пожалуйста, убейся. Но раковые клетки, они невосприимчивы к этим сигналам, потому что обратно у них мутации, и эти рецепторы, они не работают, они сигнал просто не чувствуют, они не воспринимают сигнал. Это третья характеристика. Четвертая характеристика является то, что рак является интровертом. Я хотел бы расширить эту тему в плане того, что рак самодостаточен. Почему? Потому что, например, каждый процесс в нашем организме строго регулируется. Если есть клеточное отделение, значит, этому есть какая-либо причина. Если, например, для клеточного отделения нужен специально такой же сигнал, чтобы клетки дальше жили и так далее, размножались, например, восстанавливали кожу при ранках и так далее. Для клеточного отделения также нужен сигнал с окружающей среды. Но раковые клетки, они хитрые, они смогли спродуцировать эти сигналы сами для себя. Они делают самоуказ дальше бесконтрольно размножаться. Это четвертая характеристика. И пятая характеристика является, что раковые клетки страшные большие манипуляторы. В плане как манипуляторы, например, есть килограмм опухоли. Этот килограмм быстро размножается, очень много употребляет энергии. Чтобы эта энергия как-то доставлялась, скажем, в форме глюкозы и других питательных веществ, нужны кровеносные сосуды. Что делают раковые клетки? Они могут контролировать, то есть манипулировать окружающей средой, и они могут образовать новые кровеносные сосуды в опухоли. То есть очень хитро. И самая последняя, шестая, что есть четвертая стадия рака, это метастазирование. Есть опухоль, накопились определенные количества мутаций. Например, наши многие клетки в организме фиксированы, то есть они находятся только в определенном участке. Но раковые клетки теряют эту функцию и начинают мигрировать по всему телу. То есть и опухоль начинает распределяться. Что есть четвертая стадия рака и самая сложная к излечению. Это шесть характеристик рака, как мы, биологи, определяем, что есть рак. Однако, да, у нас есть какие-то характеристики, но в чем же причина? Откуда вообще рак появляется? Мне кажется, это очень интересно. Я сегодня подготовил для вас специально статистически достоверную информацию, которая точно повышает вероятность возникновения рака, и нет никакой спекуляции вокруг. Это, например, алкоголь и сигареты. Я, наверное, даже не буду здесь повторяться, потому что это банальная тема. Каждая из нас знает, что алкоголь и сигареты вредны. Например, сигареты являются прямым источником возникновения рака легких. Алкоголь — это рак печени и так далее. Чем реагируют, то и получается в итоге. Я это даже не буду говорить детально. Я просто это включил, чтобы еще один раз повториться. Однако, например, интересная статистика, что антиперспиранты и косметиков тоже могут быть причиной вероятности возникновения раковых клеток. Почему? Потому что внутри есть тяжелые металлы. Тяжелые металлы очень вредны. Они могут вызывать разные мутации, что приводит к возникновению раковых клеток. Например, алюминий — один из них. Я хотел бы сделать маленький отступ и рассказать о проекте, который ведется в нашем университете нашей командой. Это студенты. Есть другой тяжелый металл, называется хроматы. Шестивалентный, пятивалентный, четырехвалентный являются канцерогены. Трехвалентный — еще можно жить. Казахстан является второе место под добычей хроматов по миру. Естественно, у нас есть определенная загрязненность, потому что это смывается в реки и водоемы. Наша команда разработала водоросль, который канцерогенную форму хроматов переводит в невредные формы. Этот проект будет презентован 8 ноября в MIT, Массачусетский институт технологии в Бостоне. То есть даже онкологию можно рассматривать с разных сторон, даже через водоросли. И самое интересное, которое касается для нашего народа, это красное мясо. Красное мясо вызывает рак. Например, есть некоторые исследования, которые говорят, что вероятность появления рака прямой кишки на 17% повышается, если употреблять очень много красного мяса. Ну, наверное, вы спросите, а какая же там норма? Можно вдруг есть целый казан козы, а тут можно есть чуть-чуть. Но ученые определили, что это 2 килограмма в мясо в месяц, то 70 граммов в день. То есть это порционно. Это является средней нормой. Это являются причиной. Сейчас ученые до сих пор борются, но я думаю, что они пришли к определенным консенсусам. Все-таки, скажем, нездоровый образ жизни вызывает рак, или все-таки мутации, которые передаются от матери или от отца к детям. Но я думаю, что так. И много ученых, которые думают, что так. Образ жизни могут вызывать мутации, которые привносят такие негативные последствия. Также, естественно, генетически это может передаваться и так далее. То есть, а какие же делаются исследования в современном мире? Вот мы знаем причины, характеристики. Что надо сделать, чтобы, используя эту информацию, дальше как-то решить эту проблему? Например, я хотел бы, конечно, остановиться на нашей лаборатории. Это уже другой проект. Мы работаем с профессором Иваном Воробьевым, чьи исследования даже есть по всему миру в школьных учебниках. Он очень крупный ученый. Я его называю гигант-бог. Здесь вы видите клетку. Она светится при определенных условиях. Мы сделали так, чтобы клетка была генетически модифицирована. В клетке светится только определенная структура, так называемые кометы. Вы видите такие полосочки. Это клеточные скелеты, то есть микротрубочки. Микротрубочки важны для миграции, это метастазирование, например. Важны для клеточного деления. То есть вы уже понимаете, это шесть характеристик, с чем уже то, что взаимосвязано. Также является он центральным клеточным скелетом, где внутренние структуры клетки могут транспортироваться и так далее, то есть передвигаться внутри клетки. Очень важная структура. Также, естественно, так как она очень важная, в развитии клетки, она имеет центральную роль. Центральная роль. Естественно, мы должны это изучать и должны придумывать лекарства, которые специфически будут уничтожать, точнее, ингибировать вот эти функции, чтобы раковая клетка в итоге умерла. Но чтобы это не задело другие клетки. Мы изучаем шесть видов химиопрепаратов на эти структуры, которые используются сейчас для лечения различных форм рака. А также мы изучаем поведение клеток. Добавляем вещество через супермощные микроскопы. Мы смотрим, все-таки клетка умрет, или клетка поделится, или еще что-то там случится с клеткой. Но это является современным исследованием, которое делается в этой сфере. Сейчас я хотел бы сделать с вами такую некую маленькую профилактику. Это я хотел бы вас научить, если вы не знаете вдруг, как правильно дома самодиагностироваться. Если вам комфортно, вы можете за мной повторять. Ничего такого, так скажем, особенного. Я вам выделил пять методов профилактики рака молочной железы. Самое первое — это надо проверить групп, пощупать, пальпировать, есть ли там внутри новообразование. Это не обязательно рак, это может быть просто новообразование, уплотнение и так далее. Вы должны это найти. Что вы делаете? Берете три пальца, ложитесь на спину. Можно, конечно, ложиться над на спину, чтобы грудь стала чуть площе. Так будет легче прощупать внутренние структуры. Конечно, сидят, наверное, можно тоже сделать. Вы должны взять три пальца и постепенно все участки груди просмотреть, есть ли маленькие уплотнения. Вы можете делать это тремя формами. То есть вы можете делать циклично, проверить. Либо вы можете проверить радиально, то есть от соска и обратно, каждый участок. Либо вы можете проверить такими линиями. Вы должны слегка надавить и ощутить. Дальше. Если есть уплотнения, но они не прощупываются, скажем, есть зона поражения определенная. У нас есть лимфатические узлы, которые находятся в зоне подмышек. Они могут опухнуть, потому что иммунные клетки начинают бурно размножаться, чтобы уничтожить, так скажем, зараженную ткань. Эти лимфатические узлы можно проверить так. Можно поставить руку и постепенно провериться. В нормальных условиях лимфатические узлы не прощупываются. Некоторых людей бывает так, что лимфатические узлы сами по себе, крупные, то есть прощупываются. Это нормально, вы должны сверить все подмышки. Третья методика. Вы должны просмотреть сосочки. Это как делать? Вы должны просто надавить слегка на сосочек и посмотреть, есть ли нетипичные выделения. Обычно это кровь и гной. Если это кровь и гной, то это явный признак срочно бежать к маммологам. Но это является третьей методикой самодиагностирования. Также форма сосочков должна быть обычная. То есть как обычная, каждый день вы видите, вы должны знать свое тело. Если они нетипичны, что-то с ними не так, то стоит также обратиться к маммологам. И самое интересное, это поза героя, в данном случае героини. Вы должны поставить руки на бок и посмотреться в зеркало. И вы должны посмотреть симметрию грудей. Обычно у некоторых женщин бывает, что груди сами по себе не симметричны, но вы должны понимать, что для вас норма. Если есть какие-то изменения, и в вашей груди нетипичны, вы сразу это заметите. Если вы заметите, то лучше обратиться надо к врачам. И самое последнее, если есть определенная боль или какой-то зуд в груди, люди обычно путают это с маститом. Но стоит лучше обратиться. Один раз получить нет, это никакой не рак и ничего, а просто воспаление, то это нормально. Лучше так сделать, чем потом прийти уже в поздних стадиях и для себя сделать большой сюрприз. Я не хотел бы завершать свою речь на такой страшной ноте. Вот рак ужасно убивает. Нет, я хотел бы закончить как-то субботнее утро более позитивно и дать надежду, ту надежду, которая, мне кажется, нам всем необходима. Есть такая интересная статистика, называется Байзовская статистика. Это учат все биологи в школе. Это именно касательно скрининга, касательно заболевания. Предположим, что в популяции 2% женщин обязательно заболевают раком. Просто такая статистика. Ежегодно 2% имеют рак. Предположим, что люди идут на скрининге разным амологам и так далее и проверяются. И тест может ошибиться только на 5%. 95% тест точно определяет, это рак или не рак, опухоль, новообразование, доброкачество, злокачество и так далее. Если мы возьмем Байзовскую статистику, предположим, даже на онкомаркере, то есть тест сказал, да, у вас есть рак, что-то такое, то всего лишь 10% шанс, вероятность того, что это точно рак, а 90%, что это, возможно, и не рак. Просто тест ошибся. И это такая маленькая надежда, что даже если вы, возможно, не вы, кто-либо обнаружит маленькое уплотнение или что-то нетипичное, то это не факт, что это рак. Это не факт, что это... Ну, рак это еще злокачественное, это может еще доброкачественное, даже это не факт, что это доброкачественная форма опухоли. И лучше я хотел бы сказать, что мы все несем ответственность за свое здоровье. И чем раньше мы это сделаем, чем раньше мы будем каждый день проверять себя, любить свое тело, изучать ее, тем нам лучше будет в будущем. Некоторые мои друзья-врачи говорят, была бабушка, которая пришла 7-килограммовую опухоль, рак в груди. До этого нельзя ни в коем случае давать, даже до 300 граммов. Это слишком много, даже 10 граммов это много. Я хотел бы завершить на том свою речь, что рак играет со временем, но раковые клетки образуются каждый день. И каждый день мы должны себя один раз просмотреть, чтобы быть точно уверены, что у нас ничего такого нет, мы должны себя любить. Я надеюсь, что моя речь вам очень сильно понравилась и будет полезной. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ